МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все пугались, что Йоханнесбург ужасный город, криминальные там люди, все дела. Все улыбаются, машут руками, как бы вообще абсолютно нормально. Никаких этих проблем особо нет. Ладно, все, что я только что говорил, отменяется. Пока записывал видео, подошли два каких-то наркомана. В открытое окно начали лезть ко мне за телефоном. Ну, получили по... Хорошо, что у меня хоть первая была включена, я тронулся, и они как бы отстали. Но... Ладно, криминальный город, мне еще ни разу никто в окно не залазил. Он, причем, один полез, типа, в карман и говорит, типа, fucking shoot, you fucking shoot. А второй, типа, руки за телефоном. Я просто, видите, телефон вот здесь лежит. Криминальные элементы везде есть. Но вот если взять в целом, то в целом люди хорошие. Конечно, надо проявлять осторожность. Как я, вот не ездить с камерой в открытом окно, не снимать. Вот, поэтому окошки закрыты. Ну, тут еще такое место, пробка. Они идут между рядами. И, как бы, ну так, нацелено на то, чтобы быстро просто подойти, что-то взять и убежать. То есть, что ты не можешь ничего сделать. Ну, вот мой номер. 301-й. Заходишь, 4 кровати. Моя кровать B. Вот такой вот номер. Вот здесь есть под вещи. Шкафчик. Вот, я все спрятал, закрыл. Вот здесь туалет с ванной. Вот этот номер стоит, кровать точнее, стоит, естественно, где-то 20 баксов. 20 баксов за ночь, включая завтрак и интернет, и парковку. Что, в принципе, очень круто. И находится прямо в самом центре города. Я в Анасбурге перешел в Мерник, где можно покушать местных ябз. Попробую, как бы, груда местные. Сейчас что-нибудь выберу себе и буду есть. Взял себе ливанскую шаурму, без массы. Мы готовили сейчас вот так вот. Пока мне ее готовят. Шварма очень вкусная. Вот, еще какая-то еда какая-то. Я себе набрал тарелку целую. Сейчас пойду пробовать. Короче, все, что здесь видите, это все еда. Разные кухни. То, на что гораздо. Придумывают, готовят. Все подряд. Можно все брать, ходить пробовать, чем сегодня. Есть несколько правил, которые я усвоил в Йоханнесбурге. Первое, это не ходить пешком. Второе, когда едешь на машине, надо всегда оставлять место, когда останавливаешься. И если ты видишь, что загорелся красный, лучше притормозить и не останавливаться. Не носить с собой много денег. Не афишируй, что у тебя есть камеры, телефоны и так далее. Как вы, наверное, уже знаете, меня пытались ограбить, пока я ехал в машине на светофоре. Остановился в пробке. Поэтому сейчас я не останавливаюсь, особенно когда еду по улицам. Вот таким, как это сейчас. То, что вы видите, да? То есть я лучше проеду на желтый, как сейчас. Испугаю бомжа, который еле тащится. Но не буду останавливаться. Потому что, во-первых, много народу. Во-вторых, мне как бы достаточно повезло, можно так сказать. Потому что я просто стартанул, и они отстали. Бывает, они просто подходят, если видите что-то на сидении, просто подходят, разбивают стекло, хватают и убегают. Могут просто выкинуть из машины также. Многие из них ходят со стволами. Это первое. Второе. Вчера возле нашего хостела была перестрелка. Там шесть или восемь выстрелов было. Одного негра убили. Другие негры убежали. Ну, у них какие-то местные разборки были. То есть там не были вовлечены туристы. И еще чувак, который в хостеле живет со мной в одной комнате, рассказывал, что он тут по округе гулял. Шел в музей или из музея, недалеко от хостела. Там минут 15 ходьбы. Его окружило пять негров. Прощупали у него все карманы. Искали деньги, какие-то ценности. У него, слава богу, ничего с собой не было. И он, соответственно, его отпустили. Вот. Но, как бы, тем не менее. За два дня. Три случая. Это, наверное, самое жесткое место, про которое я могу рассказать такие вещи, которые случились за два каких-то дня. Сегодня, значит, мы увидим музей апартеида. То, наверное, самое известное место в Йоханнесбурге. Что такое апартеид, я надеюсь, вы все знаете. Это когда белые ввели законы апартеида, которые ущемляли права негров, мягко говоря. Ну, а если пожестче, то они просто легализовывали практически рабское отношение к ним. И не давали им здесь спокойно жить. Чем Нельсон Мандела и прославился? Тем, что он был борец против апартеида и потом стал первым президентом ЮАР. Музей апартеида в Йоханнесбурге. К сожалению, здесь снимать внутри нельзя. Я попробую поснимать видео с GoPro, но посмотрим, как получится. Покупаешь билет, тебе вот дают вот такой билетик. Всем разные дают. Мне дали билетик, что, видите, я белый. То есть я могу использовать для входа для белых. Вот вход только для белых и для не белых. Если мы идем вот сюда. На входе так выглядели карточки для белых. Только для белых. И все, на этом заканчивается. Дальше белым ничего показывать не хотят. Вот все. European Songby и выход снова на улицу. Мне снова надо зайти. И пройти вход в другой. Потому что только он ведет в настоящую. Настоящий музей. Здесь уже показано, как выглядели карточки для цветных. Так их раньше называли. Не белых. Ну и дальше идет экспозиция о том, что Мандела всех спас. Что апортрит это плохо. Что вы можете быть любого цвета. Но если вы вместе, типа так лучше, всем дружнее. Ну может быть с точки зрения истории Южной Африки это интересный музей. Но с точки зрения как бы человека непосвященного в это все. И просто стороннего наблюдателя. Достаточно скучно. Но нечего смотреть тут особо как бы. Ну там перчатки подарил Мандела, боксер. Какой-то первый негр, который выступал на Олимпийских играх. Как негры жили раньше в шахтах. Когда было время апортеида. Ну как бы так. Все достаточно политизировано. Да, это плохо. Да, права ущемляли. Как бы ну музей чисто как история. Напоминание о том, что было. Вот. Но не более того. Стоит там ехать сюда специально ради этого. Ну наверное не стоит. КОНЕЦ Я изо всех сил стараюсь найти что-нибудь интересное и хорошее в этом городе. Но к сожалению все мои поиски сводятся к тому, что я нахожу вот такие вот очишки. Такие вот кусочки стабильности и спокойствия. Типа какой-то торговый центр в центре города. С кучей охраны. С платной охраняемой парковкой, которая закрывается на железные ворота. Ну вот так вот. Ну правда я пытаюсь, но пока у меня это не очень хорошо получается. Познакомился с двумя немцами и мы пошли в караоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА